Активатор – это представитель твоей квадры, потому по ценностям, ориентирам, интересам и мировосприятию совместимость изначально будет хорошая. Он полностью противоположен тебе по дихотомиям, кроме экстра и интроверсии. Тут вы схожи. Если он экстраверт, то и ты экстраверт, если он интроверт, то и ты, соответственно, интроверт. Основное отличие от дуала – это рациональность. В активационных отношениях первый будет иррационалом, второй – рационалом. Это негативно влияет на совместимость, потому что эта дихотомия во многом определяет стиль жизни. Будет человек спонтанным, аки ветер, или последовательным, аки шпалы. Будет ли он опираться на разум или на чувства, ну и в конце концов, будет ли он руководствоваться соображениями пользы, эффективности и целесообразности, или будет следовать своим настроениям, прихотям, вдохновениям, хочу-не хочу. Для примера возьмем Драйзера и Бальзака. Просто потому, что в прошлый раз был Есенин и Жуков. Логично же, правда? Или нелогично? В общем, один этик, второй логик, один сенсорик, второй интуит, один рационал, второй иррационал, и оба, как уже говорил, одной верности. На базовую этику отношений Драйзера приходится не базовая деловая логика, как у дуала Джека, а активационная интуиция времени. Собственно, как вы думали, да? Поэтому эти отношения и активационные. На творческую волевую сенсорику приходится Бальзачья деловая логика. А у Бальзака по отношению к Драйзеру такая же история, только наоборот. То есть сильные стороны активатора такие же, как и у его дуала, но базовая с творческой переставлена местами. На таблице это выглядит уже более коряво, чем в случае дуальных отношений, но на практике, поверьте вы этого не заметить. Ну, хотя бы потому, что и на сугестивную, и на активационную функции у нас одинаково большой запрос. Если человек их активно проявляет, ну, считай, дуала нашел. По болевым функциям тоже хорошее прикрытие, хоть и не такое же полноценное, как в случае дуальных отношений. Как мы помним, фоновая дуала страхует твою болевую и наоборот. Но в случае активатора у Драйзера в фоновой функции будет сенсорика комфорта, которая у Бальзака уже не такая уж и болевая, хоть и слабая. А Бальзачья фоновая структурная логика может и готова прикрыть наполеоновскую болевую, но у Драйзера там уже не настолько все плохо. Его бы скорее по интуиции возможности прикрыть, хотя, с другой стороны, все равно сильные и слабые функции у активаторов взаимодополняющие. Так что, поверьте, на практике это небольшое смягчение аспектов, каши не испортят. Лайфхак. Чтобы проанализировать благоприятность и степень дополняемости социанических отношений, всегда держите в уме портрет дуала. Чем дальше от него, тем меньше будет взаимодополняющих функций. Идем дальше. Если у одного активатора будет стимульная группа благосостояния, то у второго, соответственно, понимание. Это как Драйзер или Бальзак. Или если у первого будет статус, то у второго оригинальность. Это как Наполеон и Джек. Получается, что в первой паре будет два относительно пассивных интроверта. Один настроен на сохранение и поддержание, а второй на анализ и продумывание. А делать-то кто будет? То есть, с одной стороны, в паре Драйзер-Бальзак будет не хватать решительного, деятельного, амбициозного настроения. С другой, в силу обоюдной интроверсии, там будет довольно спокойно и тихо. Но и ввиду творческой волевой сенсорики и большей эмоциональности, Драйзер при прочих равных займет более что ли активную, лидирующую, мотивирующую позицию. Во второй же активационной паре будет два довольно активных экстраверта. На примере Наполеона и Джека видно, что у обоих сильны такие деятельные функции, как волевая сенсорика и деловая логика, так что скучно не будет это точно. Оба не настроены занимать выжидающую позицию, обоим одинаково трудно проявить усидчивость, фокусность и терпение, ну и напротив, оба разгоняют друг друга, а охладить и остепениться как бы и некому. Вместе можно многого достичь, но конечно откисать уже придется порознь. И еще пару слов про основное различие активаторов. Это разница в рациональности. Драйзер будет для Бальзака слишком предсказуемым, ну и в этом смысле скучным. А Бальзак для Драйзера слишком импульсивным и спонтанным и в этой паре как бы ненадежным. Возможно, регулярные столкновения рационального надо с иррациональным хочется. Но не забывайте, что мы говорим об отношениях социотипов в вакууме. В реальной жизни это обстоятельство будет смягчаться прочими факторами. Активационные отношения это про более легкий и быстрый старт. По крайней мере в сравнении с дуальными. В силу тождественных ценностей квадры и одинаковой вертности, активаторы притираются друг другу быстрее, чем совершенно непохожие дуалы. Как я уже говорил, любая схожесть кажется более понятной и безопасной, чем различия. Партнеры постоянно поощряют активность друг друга по ценностным функциям, но поскольку они не дуалы, то больше склонны давать друг другу советы по слабым функциям, вместо того, чтобы полностью взять эти проблемы на себя. Активаторы передают друг другу информацию немного не в той манере, в которой хотелось бы ее услышать. Помним про изначальную заточенность на дуала. Одному информация может казаться чересчур абстрактной и неконкретной, а другому наоборот слишком грубой, заземленной, неглубокой. Ну, в зависимости от того, кто там интуит, кто сенсорик. От всего этого временами может наступать перегрев и так называемый пульсирующий характер отношений. Активаторам хочется то отдалиться, то снова приблизиться. Так или иначе, активационные отношения считаются одним из лучших в соционе и чуть ли не вторыми последуальных. С одной стороны, в них больше понимания за счет одинаковой верности, с другой стороны, отличающийся стиль мышления за счет разной нальности. По-прежнему можно с уверенностью говорить, что активаторам будет хорошо и перспективно практически в любой сфере жизни, начиная с семьи, дружбы и заканчивая профессией. Я только напомню, что реальные люди не машины и никогда не стыкуются так же идеально, как механические шестеренки. Помимо сугубо соционической совместимости, важны и другие факторы, так что смело делим все соционические прогнозы на два. С другой стороны, если и есть возможность хоть что-то спрогнозировать в отношениях и понять о них еще на начальной стадии хоть немного больше, лучше знать про ваши социотипы, чем не знать. На этом все. Смело переносите формулу отношений Драйзера-Бальзака и Наполеона-Джека на другие виды активационных отношений, там все по аналогии. Следующий выпуск будет про зеркальные отношения, затем про тождественные, ну а потом выйдем из квадра и так, даст бог, до ревизии дойдем. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok